Добрый день, уважаемые коллеги. Мы предлагаем вам сегодня обсудить одну из сложных тем, направлений работы, которые на сегодняшний день осуществляют образовательные организации высшего образования. Это трудоустройство и постдипломное сопровождение выпускников вузов с инвалидностью ИОВЗ. Предлагаем обсудить сегодня три вопроса. Программы постдипломного сопровождения выпускников с ИОВЗ и инвалидностью, мониторинг трудоустройства и адаптации выпускников вузов и механизмы организации межведомственного взаимодействия. В первую очередь мне хочется сказать, что одним из критериев эффективности работы вуза на сегодняшний день считается процент трудоустроенности выпускников в первый год после завершения обучения. И стоит сказать, что наличие диплома об образовании, в том числе высшем образовании, не является гарантией трудоустройства любого выпускника и тем более выпускника с особенностями или с инвалидностью ИОВЗ. Согласно пункту первому статьи 27 Конвенции о правах инвалидов, государство-участники признают право инвалидов на труд наравне с другими. И это право включает получение возможности зарабатывать себе на жизнь с трудом, который инвалид свободно выбрал или на который он свободно согласился в условиях, когда рынок труда и производственная сфера являются открытыми, инклюзивными, доступными для инвалидов. В последние годы увеличился рост количества выпускников из числа инвалидов и лиц СОВЗ. Современные молодые специалисты, знакомые с новейшими технологиями, владеют навыками в работе и способны применять электронные информационные средства. Однако не все могут реализовать свои профессиональные возможности по выбранной профессии. На слайде представлено... ...поручение правительства Российской Федерации о мерах по улучшению занятости инвалидов и принятые меры. Разработка мер по повышению уровня занятости включает в себя разработку механизмов сопровождения, содействия занятости, совершенствование механизмов квотирования рабочих мест и принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение трудоустройства выпускников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Необходимость внедрения в образовательных организациях высшего образования системы мониторинга образовательных проекторий студентов, а также трудоустройства и карьеры выпускников, обозначена в государственной программе Российской Федерации развития образования на 13-20-е годы. Выпускник должен быть готов к требованиям постоянно меняющегося рынка быть профессионально мобилен и готов осваивать дополнительные компетенции. Основными причинами, сдерживающими эффективность трудоустройства выпускников из числа инвалидов или СУВЗ, является низкая степень социализации, отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг, отсутствие у большинства выпускников необходимых навыков самоопределения на рынке труда, развитие трудовой карьеры, ведение переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства. Эксперты по делам трудоустройства и сопровождения лиц с инвалидностью считают, что самостоятельно могут трудоустроиться не более 15% от общего числа лиц с инвалидностью. Остальным требуется специальная программа, предусматривающая учет особенностей каждого из соискателя, а также возможность составления для каждого из них, индивидуального плана поиска работы и персонального сопровождения. Низкая конкурентоспособность лиц с УВЗ инвалидностью на рынке труда в условиях дефицита рабочих мест для их трудоустройства ставит решение проблемы занятости этой группы населения в ранг приоритетных. В целях организации системной работы по карьерному росту и трудоустройству студентов и выпускников в соответствии с полученной специальностью установления фундаментальных устойчивых связей университета с его выпускниками и партнерами, формирование условий для успешной социализации, профессионализации, эффективного использования потенциала студентов и его выпускников, формирование полноценной инфраструктуры образовательного фрайндрайзинга, системы корпоративной социальной ответственности в университете, в данном случае в Северо-Кавказском федеральном университете, организован и функционирует в Центре трудоустройства выпускников и планирование карьеры студентов. Система содействия трудоустройству университета объединяет следующие направления деятельности – проведение мониторинга и прогноза трудоустройства выпускников, формирование стратегического партнерства университета и работодателей, создание системы информационной поддержки трудоустройства студентов и выпускников университета, создание системы консультационной помощи в построении карьеры выпускников, осуществление обратной связи с выпускниками. Все обозначенные направления деятельности объединены в программе трудоустройства и постдипломного сопровождения. Основная идея программы состоит в том, чтобы помочь молодым специалистам с инвалидностью преодолеть существующие барьеры на пути к успешному трудоустройству, обеспечить их навыками самостоятельного поиска работы и показать перспективы личностного и карьерного развития. Главное, что предполагает данная программа, это подготовка к трудоустройству еще на этапе получения профессионального образования, поддержка молодых специалистов, студентов и выпускников вузов на этапе поиска работы, непосредственного трудоустройства, а также адаптация на рабочем месте. Важно оказать поддержку при трудоустройстве не только людям с инвалидностью, но и работодателю, который готов взять в штат сотрудника такой категории. Без помощи специалистов, как для соискателей, так и для работодателей, успех данной программы маловероятен. В числе приоритетных задач программы трудоустройства под дипломного сопровождением выпускников с инвалидностью и УВЗ необходимо выделить исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для лиц с инвалидностью, создание условий, способствующих расширению возможности рационального трудоустройства выпускников с инвалидностью и УВЗ, формирование банка данных, реестра обучающихся и выпускников, относящихся к категории инвалидов и лиц УВЗ, баз данных партнерских организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц УВЗ. Организация персонального сопровождения выпускников с инвалидностью и УВЗ при трудоустройстве, закреплении и адаптации на рабочем месте. Развитие социального партнерства с целью трудоустройства выпускников, совершенствование системы практико-ориентированной подготовки студентов, начиная от учебной практики, заканчивая производственной, совершенствование системы информирования, консультирования, социально-психологической поддержки обучающихся и выпускников, совершенствование целевой направленности системы мониторинга, трудоустройства выпускников с инвалидностью. Реализация мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение и становление обучающихся и последующие трудоустройства выпускников образовательной организации, соответствует приоритетным направлениям развития системы высшего образования в СКФУ и способствует выстраиванию сетевого взаимодействия с социальными партнерами и работодателями. Индивидуальный перспективный план профессионального развития выпускника должен способствовать профессиональному самоопределению будущего специалиста, формированию его способности к построению траектории личностного профессионального развития, эффективности, мониторинга трудоустройства и индивидуализации этого процесса. Деятельность Центра трудоустройства выпускников и планирования карьеры студентов в данном направлении позволяет создать и обеспечить функционирование единой информационной среды профессионального образования, формировать систему сопровождения процесса профессионального становления обучающихся, осуществлять первичную профилактику асоциального поведения путем развития ценностных ориентиров профессионального самоопределения. Система сопровождения карьерного роста предполагает совместность с выпускником поиск решений, способствующих к профессиональному развитию обучающихся, выстраиванию реального плана достижения профессиональных целей и усилению осознания возможностей, которые приведут к более продуктивным жизненным выборам. Задачами Центра трудоустройства выпускников и планирования карьеры студентов совместно с выпускником – это поиск решений, способствующих выявлению основного вектора профессионального развития обучающихся, определение текущего уровня развития профессиональных и личностных качеств, определение возможностей, которые приведут к профессиональному росту, в целях развития навыков профессионального самоопределения и дальнейшего троса устройства обучающихся, относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в ходе осуществления социального И с учетом индивидуального учебного плана, адаптированной образовательной программы, а также специальных условий для получения образования, сотрудниками Центра трудоустройства выпускников и планирования карьеры студентов совместно с Центром инклюзивного образования СКФУ и обучающимися разрабатываются индивидуальные перспективные планы профессионального развития, на основе анализа которых в дальнейшем проводится мониторинг трудоустройства выпускников из числа лиц с инвалидностью. Какие формы работы с выпускниками мы предлагаем и проводим? В первую очередь это, конечно, специальные консультации, которые представлены следующими направлениями. Карьерный ассистмент – это анализ карьерной ситуации, процедура, которая предполагает обсуждение профессионального опыта, навыков, умений обучающихся, общих и профессиональных компетенций, а также дает возможность получить обратную связь в виде рекомендаций к профессиональному развитию. Карьерное консультирование, коучинг, в том числе консультирование по технологии поиска работы, консультирование по составлению резюме, его коррекции, подготовке нескольких резюме, ориентированных на конкретные вакансии, консультирование по вопросам профессионального прохождения собеседования с работодателями. Центр осуществляет также консультационную работу со студентами в рамках медико-диагностической программы «Провкарьера». Данное тестирование позволяет составить портрет студента как молодого специалиста, выявить сильные профессионально-личностные качества и составить карту профессиональных компетенций, на основе которых многие работодатели осуществляют подбор кадров. Студент получает на руки результаты тестирования и профессиональную консультацию сертифицированного специалиста центра. Следующая форма работы – это биометрическое тестирование «Инфолайф» в качестве одного из инструментов, который применяется в Северо-Кавказском федеральном университете на этапе как профориентационной работы, так и на этапе формирования программы карьерного роста. Ежегодно в Северо-Кавказском федеральном университете проходит неделя трудоустройства, которую организует Центр трудоустройства выпускников и планирования карьеры. Ежегодно в данном мероприятии участвуют более 150 студентов разных направлений подготовки специальностей и курсов. Кроме того, сотрудники Центра организуют личную встречу с партнерами, предприятиями-работодателями. В числе них это Сбербанк России, Ставрополь Энерго, Биоком, Орнест, Портал Юг, Управление Федеральной Налоговой Службы и другие учреждения, организации, партнеры. Одним из самых масштабных мероприятий, направленных на содействие трудоустройства студентов, является Кейсрум Грани. Это чемпионат по решению бизнес-кейсов. Проект Кейсрум Грани – это образовательный кейсовый чемпионат. Метод кейсов используют для обучения, а также во время собеседования при приеме на работу. Кейсы при трудоустройстве – это инструмент, который позволяет проверить пригодность кандидата, личные качества, возможность командной работы, принять сложные и стратегические решения. Чемпионат позволяет вооружить выпускников непосредственным механизмом работы с работодателями на этапе самопрезентации. Уважаемые коллеги, теперь позвольте представить вам для анализа концептуальную модель проведения мониторинга трудоустройства выпускников. Хочется отметить, что мониторинг трудоустройства – это не просто сведение статистических данных о количестве выпустившихся студентов и поступивших на работу в течение первого года после окончания вуза. Это сложный многогранный механизм взаимодействия многих структурных единиц данной модели. В числе участников данного процесса, процесса трудоустройства – это и сами образовательные организации с их структурными подразделениями, это, безусловно, сеть работодателей, к которым обращаются выпускники и с которыми налажен контакт вуза. Это, конечно же, и различные ведомства, министерства, организации, обеспечивающие контроль и мониторинг трудоустройства выпускников. Комплексная методика трудоустройства выпускников образовательных организаций описывает деятельность основных участников процесса мониторинга. В число основных участников относятся, повторюсь, образовательные организации, предприятия, работодатели, сами студенты-выпускники, федеральные органы исполнительной власти, региональные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования. Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся независимыми источниками информации, это Федеральная служба государственной статистики, Федеральная служба по труду и занятости, Пенсионный фонд, Федеральная налоговая служба, Министерство образования и науки и организации, осуществляющие сбор и обработку данных. Федеральные органы исполнительной власти Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся независимыми источниками информации, которые имеют задачу контролировать, влиять на процесс трудоустройства, отслеживать процесс трудоустройства выпускников и тем самым совершенствовать систему подготовки к трудоустройству и под дипломное сопровождение. Так вот, механизмы можно разделить на два уровня. Уровень внутренний, уровень, который замыкается внутри самой образовательной организации. То есть все статистические данные стекаются в образовательную организацию и организация сама использует их, разрабатывая систему обучения, трудоустройства, практики, организацию практики студентов. И внешняя система мониторинга. Эта система предполагает предоставление сведений не только в образовательную организацию, но и в те ведомства, в те организации, которые в дальнейшем, используя результаты мониторинга, выстраивают государственную политику, карьерного роста и профессионального самоопределения трудоустройства выпускников. В этой связи позвольте несколько подробно остановиться на целях мониторинга. Основные цели мониторинга и взаимодействия участников в процессе мониторинга, первое, это обмен опытом, опыта проведения мониторингового трудоустройства, и обмен информацией, это обмен данными о трудоустройстве выпускников. В соответствии с этими целями, в свою очередь, и выделяются способы проведения мониторинговых исследований. Первая группа – это способы взаимодействия с целью обмена опытом, включая конференции, семинары, круглые столы с участием всех структурных единиц, которые обеспечивают мониторинговые исследования. И вторая группа способов – это взаимодействия с целью обмена, сбора и распространения информации. К таким способам относятся методы статистические или формы статистические, унифицированного формата, обмен агрегированной информации, например, показатели трудоустройства разных ведомств и обмен или сбор уникальных данных разных ведомств в формате базы данных. Размещение информации на официальных сайтах и ведомствах, сайтах образовательных организаций. Позвольте мне остановиться на характеристике деятельности каждой структурной единицы в механизме межведомства во взаимодействии в решении задач трудоустройства выпускников. Итак, Федеральная служба государственной статистики предоставляет формам отчетности в Росстата следующие показатели. Отношение количества обучающихся в рамках целевой контрактной подготовки к числу выпускников из образовательных учреждений системы профессионального образования. Отношение общей численности получивших направление на работу к выпуску из образовательных организаций системы профессионального образования. Отношение количества получивших направление на работу по специальности. Отношение общего количества выпускников, не получивших направление на работу. Отношение общей численности выпускников, которым предоставлено право самостоятельно трудоустроиться. Отношение численности выпускников, продолжающих обучение на следующем уровне магистратура, аспирантура. отношение численности выпускников, призванных в ряды вооруженных сил Российской Федерации к выпуску из числа образовательных учреждений системы профессионального образования. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации через Федеральную службу труда и занятости населения предоставляет следующую информацию о трудоустройстве выпускников. Численность выпускников, официально зарегистрированных в службе занятости, численность безработных. Для контроля качества организации проведения процесса сбора данных представляется целесообразным опуститься на региональный уровень и все параметры качества организации проведения сбора данных будут иметь признак субъекта Российской Федерации и рассчитываться на трех уровнях. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти, субъект Российской Федерации и образовательная организация. Для объективной и разносторонней оценки процесса предполагается ввести три расчетных параметра. Это параметр результативности, параметр оперативности и параметр ресурсоемкости. Параметр результативности будет рассчитываться на основе отношения объема предоставляемых сведений к общему объему затребованных данных. Параметр оперативности рассчитывается, исходя из отклонения фактических сроков предоставления информации. И параметр ресурсоемкости будет рассчитываться на основе данных об установленной частоте сбора и объема тех данных о трудоустройстве выпускников. Другими словами, уважаемые коллеги, хочется сказать, что мониторинг трудоустроенности выпускников, повторюсь еще раз, это не просто сбор данных относительно количества выпустившихся выпускников и количества трудоустроенных выпускников. Это сложная система взаимодействия расчетов, которая предполагает не только вывод статистических данных, но и поиск проблем неэффективного трудоустройства и решения данных проблем, которые могут быть отражены в программе постдипломного сопровождения и трудоустройства выпускников. В рамках деятельности РУМС нами была разработана анкета трудоустроенности выпускников, куда мы постарались ввести всю информацию, необходимую нам для подробного анализа не только фактов трудоустройства, но и причин выбора того или иного пути либо трудоустройства выпускника, либо продолжения обучения на следующем этапе, либо каких-то иных шагов, которые наши выпускники предпринимают. Наша анкета была представлена тремя основными разделами. Первый раздел «Личные данные», который дает нам возможность познакомиться с нашими выпускниками. Второй раздел «Образование», который предполагает четкое понимание, на какой уровень образования получил наш выпускник, является ли это образование первым, и, соответственно, каковы мотивы получения последующего образования или, возможно, профессиональной переподготовки. И третий раздел, который предполагает сбор данных и аналитических сведений относительно трудовой деятельности выпускника. Данный раздел предполагал анализ, сбор информации не только о механизмах, которым выпускник прибегал вперед в поиск работы после окончания образовательного учреждения, но и выявление степени его удовлетворенности текущим местом основной работы и является ли это место работы первым, а, возможно, уже, соответственно, измененным. И анализ полученных результатов позволит нам конкретизировать те проблемные участки, которые могут быть в дальнейшем проработаны и внесены в программу постдипломного сопровождения выпускников. Основная цель программы, повторюсь еще раз, это обеспечить стопроцентное, максимальное, скажу так, максимальное трудоустройство выпускников в первый год завершения, после завершения обучения в образовательной организации. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Готова ответить на все возникающие у вас вопросы. Уважаемые коллеги, Людмила Владимировна закончила свою информацию. Пожалуйста, вопросы либо в чате, либо при аудиоподключении. Мы готовы отвечать. Дорогие коллеги, вы нас слышите? Отзовитесь как-нибудь. Дайте знать, на связи ли вы. Уважаемые коллеги, мы... Позвольте, я вернусь. Первый слайд. Можно, пожалуйста. Выгода работодателей заключается... Ну, наверное, по-другому сформулирую. Не столько выгода, сколько обязанность. Работодателей заключается в принятии на работу лица с инвалидностью, если у данного человека соответствующая квалификация и, соответственно, право получения, право трудоустройства закреплено, уже говорила о конвенции о правах инвалидов и, соответственно, дальше закрепляется правительственными поручениями и законами, и подзаконными актами. Это, скорее, не выгода, это обязательство. Спасибо. Я думаю, все обязательное должно сочетаться и с каким-то утилитарным мотивом, безусловно. И здесь, конечно же, стоит говорить о том, что ребята-выпускники с инвалидностью это далеко не всегда как бы внешне не мобильные, не готовые выполнять какие-то обязанности люди. Дело в том, что за какими-то проблемами физического развития очень часто открывается очень высокий интеллектуальный потенциал, хорошая включенность в трудовой процесс понимания сути профессии. Это связано с тем, что ребятам приходилось в процессе обучения в любом случае преодолевать много таких формальных трудностей, которые заставляли их тщательнее учиться. Конечно, вы можете сказать, что в нашей образовательной практике есть и такой подход, когда ребятам с инвалидностью и жалостью ставят оценки. Безусловно, мы не можем сбрасывать ей это со счетов. Но тогда, когда мы сопровождаем трудоустройство, то есть содействуем ему в этом, мы являемся так называемым гарантом того, что это будет хороший профессионал или человек, который сможет влиться в коллектив или на что нужно обратить внимание. Вот как раз-таки в этой части мы хотим сосредоточить наше участие в вопросах сопровождения трудоустройства. То есть понятное дело, что вот такой как бы стихийный процесс, скажем так, вот я инвалид, я имею образование, возьмите на работу, может быть и не очень хорошо завершаемым. А вот если это сопровождаемый процесс со стороны ВУЗа, тогда я думаю, что и у работодателя, и у, так скажем, нашего выпускника-потребителя вот этой услуги по предоставлению трудоустройства будут определенные деференции. То есть какая точечная, индивидуальная, адресная работа дает нам возможность скоординировать этот процесс. Вот есть еще один вопрос, Людмила Владимировна, сейчас на него ответит, а я потом еще продолжу, когда вы еще одну ремарку относительно мнения работодателей на прием, на работу лиц с инвалидностью. Наталья Михайловна говорила о преференциях для работодателей при приеме лиц с ОВЗ инвалидностью. На сегодняшний день устанавливается регламент для квотированных рабочих мест. То есть по количеству штатного состава организации у нас есть обязательства перед у работодателей о приеме на работу лиц с инвалидностью. Если я правильно понимаю ваш вопрос, работодатели, какими дополнительными, грубо говоря, благами могут пользоваться для, допустим, при приеме на работу лиц с инвалидностью. В данный момент времени могу сказать, что есть, скажем так, механизм, который рекомендирует соблюдение законодательства о квотировании мест на приеме на работу. Есть определенная система штрафов при отсутствии таких сотрудников в штате организации. То есть коллеги поняли, кнут уже работает, пряник пока относительно. Пряник существует только лишь для негосударственных организаций, это индивидуальные предприниматели, общество с ограниченной ответственностью и так далее, в части налоговых вычитов и других финансовых обязательств перед государственными органами. Что касается бюджетных организаций, здесь, конечно же, никаких финансовых преференций нет, но от 36 человек штатного состава, то есть малое предприятие уже пересекается граница, одно рабочее место. И далее, по мере того, как увеличивается штатный состав организации, квота рабочих мест для обеспечения трудоустройством лиц с инвалидностью растет. И вот хочу сказать, что организации, заинтересованные в выполнении вот этого федерального требования, они даже подыскивают себе как бы людей с инвалидностью, которые могут выполнять те или иные функции. Вот сейчас приведу вам такой пример, что к нам трудоустраивается молодой человек, специалист по техническим средствам, обучение лиц с инвалидностью, инвалид по зрению. И вот для него созданы все благоприятствующие условия для того, чтобы он как можно скорее стал сотрудником, именно потому, что на конец года у нас есть одно квотированное место. Вот мы его нашли, вот нашли применение для него в нашем университете для его возможностей и компетенции, и вот озадачены этим вопросом. Поэтому здесь, конечно же, не так все просто, но тем не менее. Еще один пример из жизни. Вчера присутствовала на координационном совете при губернаторе Ставропольского края по делам инвалидов. Я думаю, такие же советы есть наверняка и у вас в республиках. Я являюсь членом такого совета, представляю систему высшего образования. Так вот, вопрос о трудоустройстве молодежи с инвалидностью поднимается очень остро, и проговорена была заместителем министра такая цифра, что федеральным требованием, транслируемым к министерствам, занимающимся вопросами трудоустройства населения, это трудоустройство не менее 50% лиц трудоспособного возраста с инвалидностью на территории субъекта Российской Федерации. Поэтому я думаю, что сейчас вот как раз таки та самая пора начинается, когда мы, дойдя до границы выпуска наших выпускников, начинаем получать поддержку с другой стороны. То есть уже запрос будет формироваться и от работодателей в том числе, координируемых усилиями Министерства социальной защиты и труда в каждом из субъектов. Поэтому наша задача в обязательном порядке давать ребятам качественное образование, выстраивать вот эти связи с работодателями, которые берут на себя ответственность трудоустройства этих лиц, ну и соответственно тогда обращаться за помощью на уровне межведомственного взаимодействия. Потому что безусловно один университет ничего не сделает. Что касается нашей практики трудоустройства, да, Людмила Владимировна сейчас ответит, а я подержу. Уважаемые коллеги, ну практика трудоустройства с инвалидностью и УВЗ у нас достаточно позитивная. В связи с этим следующим моментом могу сказать. Неоднородно по направлениям подготовки и специальностям. В целом по результатам федерального мониторинга трудоустройства 56% лиц с инвалидностью УВЗ у нас в данном, вот по состоянию на прошлый год трудоустроены. Что такое 56%? Это значит по некоторым специальностям трудоустроено 100% выпускников, а по некоторым специальностям есть, скажем так, один человек, допустим, выпускник из числа лиц с инвалидностью, и девушка ушла в декретный отпуск. Соответственно, процент трудоустроенности здесь ноль. Вот, соответственно, такая цифра и складывается, 56%. Это на данном этапе достаточный показатель, но вот весь механизм организации работы, в общем-то, направлен на то, чтобы максимально повышать данный показатель трудоустроенности. Ну а если говорить по статистическим данным, могу сказать следующее. Наибольшая востребованность на рынке труда испытывают специалисты технической, инженерно-технической сферы. К сожалению, вот выпускникам гуманитарного профиля на сегодняшний день, но я хочу сказать, эта проблема касается не только лиц с инвалидностью. Выпускникам гуманитарного профиля, в общем-то, они встречают препятствия на этапе трудоустройства. Вместе с тем, коллеги, я хочу заметить, что в городе Ставрополье и в Ставропольском крае есть предприятия, я упоминала об этом в процессе предыдущего вебинара, которые непосредственно берут на себя социальную ответственность по обеспечению рабочих мест для выпускников учебных заведений, которые имеют инвалидность. Вот, и вот на кадровом форуме, который состоится 19 декабря, будет встреча с работодателями, которые как раз и создают в основном вот эти вот значительные условия, потому что аттестация рабочих мест для приема ребят с инвалидностью на работу является обязательным требованием как бы регламента их трудоустройства. Поэтому вот у нас есть завод электроавтоматики, есть филиалы банков Сбербанка России, есть другие организации, где именно созданы вот цеха, например, на заводе электроавтоматики или отдельные рабочие места, где вот лица как бы с нарушениями опорно-двигательного аппарата или со сниженной зрительной функцией имеют возможность получить все требующиеся условия для их трудоустройства. Вы спросите опять-таки, зачем нужно это работодателю? А здесь много разных причин. И в том числе, кстати, как мы говорим о том, что инклюзия это в принципе дело человек-человек, так вот и здесь. То есть, да, руководитель считает это приоритетной задачей и совершает это. Мотивация может быть совершенно разная. Как начиная от личного участия в решении социальных проблем, как бы громко это ни звучало. До исключительно предоставления возможности другим людям получить тоже вот это рабочее место. И вкладывают работодатели дополнительные средства, выстраивают стратегии взаимодействия с вузами. Вот в перечисленных мной организациях есть базовые кафедры нашего университета, с помощью которых вот этот обмен, взаимообмен, скажем так, наукоемкими и практическими технологиями, а также кадровыми вопросами. То есть преподаватели обеспечивают определенный запрос работодателя и поставку, если можно так выразиться, поставку как бы кадров для работы. Вот, а соответственно практическая база обогащает образовательный процесс и потом вот постдипломные вопросы своими технологиями практического применения человеческого капитала в том числе. Спасибо. Еще, пожалуйста, коллеги, есть вопросы? Вопросов, похоже, нет. В чате у нас тишина. Вот, хотелось бы, конечно, сегодня, коллеги, дать четкие алгоритмы с выходом на абсолютно положительный результат. То, как надо сделать так, чтобы наш вчерашний абитуриент, сегодняшний студент и завтрашний выпускник смогли бы найти работу и устроить свою жизнь очень хорошо, с высоким качеством. К сожалению, социальные условия не дают нам такой возможности алгоритмизировать вот этот процесс. Но, тем не менее, если в этом направлении мы работать с вами не будем, то это дело так и не сдвинется с мертвой точки. Вот, я уже говорила, проблемы сопровождения трудоустройства и постдипломного сопровождения выпускников для нас являются приоритетными и развиваемыми на сегодня. Поэтому, если у вас, к примеру, есть определенный положительный опыт, мы бы были очень рады, если бы вы поделились им с нами в рамках вот этого кадрового форума. Поэтому мы с большим нетерпением ждем вас на мероприятиях, потому что здесь важно и партнерство в том числе. Чем больше мы привнесем информации о позитивных практиках для понимания друг друга, тем лучше будет наша совместная работа и сетевое взаимодействие. Уважаемые коллеги, спасибо большое за участие в дискуссии, но позвольте мне вернуться к нашим мониторинговым исследованиям. Я очень настоятельно прошу всех, кто не подготовил, не заполнил, не провел пока еще мониторинги, в том числе мониторинг протоустроенности выпускников, очень просим откликнуться и прислать информацию. Если у вас так сложилось, что в прошлом году, потому что мы опрашиваем выпускников 2017 года выпуска, если так случилось, что у вас нет выпускников из числа лиц с инвалидностью и ВСН, отпишитесь, пожалуйста, сообщите, пожалуйста, о том, что такое исследование проведено быть не может по каким-то и таким-то причинам. И отпишите, пожалуйста, мне на почту, чтобы уже мы не ожидали вас, а приступили к обработке материалов, которые уже поступили. Спасибо большое. Коллеги, спасибо за внимание. Я понимаю, что предмет диалога нашего сегодня исчерпан, поскольку от вас мы не получаем никаких допросов, никаких вопросов или предложений. Поэтому разрешите на сегодня мероприятие закончить и попрощаться с вами. И очень прошу, напоминаю, теперь все подключились. В течение этой недели мы должны получить заявки на участие в мероприятии 14 декабря и, самое главное, составы делегаций на 19 декабря. Коллеги, вопросы связаны с финансированием вашего приезда. Пожалуйста, будьте оперативны в этом вопросе, чтобы ничего у нас нигде не было нарушено. Спасибо за внимание. До свидания.